Добрый день, подписчики Игромании, с вами Лестер, и сегодня мы посмотрим на, я не знаю, очередной веселый симулятор, который пришел в голову какому-то больному разработчику совершенно. Но, так как симулятор камня оказался успешным, мы решили продолжить серию таких вот роликов по чудным играм, и сегодня мы будем играть в симулятор выживания при цунами. Я сейчас не шучу, я тоже сначала подумал, что это шутка, но нет, действительно, существует такой симулятор, где нам нужно выживать в условиях цунами. Значит, фишка этой игры в том, что, во-первых, она глючит, во-вторых, чтобы настроить ее для записи, приходится очень некисло помудохаться, я сейчас намудохался только так, поверьте мне. И суть этой игры заключается в том, чтобы вот так вот ходить, не утонуть, не оказаться под водой, потому что, я так понимаю, наш герой не умеет плавать. Но это неудивительно, потому что у него ничего нет, кроме головы, ни рук, ни ног, в его туловище не наблюдается. И ждать надо, пока не прилетит вертолет. Кстати, друзья, игра, скорее всего, будет глючить на записи, сейчас она у меня выглядит более-менее, но на записи она глючит, и с этим я ничего сделать не могу. Просто вот, я не знаю, такая игра, и... Ух ты, что-то уже начинается тут бурление говна под водой. И просто с этим же сделать ничего нельзя, но не показать вот этого я вам не могу, потому что это просто жесть полнейшая. Давайте, я не знаю, будем уходить в сторону. Кстати, мы можем здесь бегать на шифт, но наш герой уже устал. О, боже мой! Чуваки, это было опасно. Смотрите, цунами летит и летит прямо на нас. Я... Друзья, все, я, походу, умер. Давайте try again. Заново. Смотрите, друзья, я сейчас попробую побежать. Смотрите, вот я бегу, бегу, и вот наш персонаж устал. Пробежал он буквально 3 метра. Возможно, мы играем за человека, который переел хот-догов в Макдональдсе, теперь он не может ничего сделать, но цунами беспощаден ко всем. То есть... Хотя, с другой стороны, нет. Если я вешу, на самом деле, несколько тонн, то цунами мне не страшно. Но, с другой стороны, как мы могли видеть, нас все-таки унесло в сторону. И надо, знаете, сейчас тактически поступить, обойти цунами в сторону и ждать, пока не прилетит мой родимый, любимый вертолет. Хотя, его еще не видел здесь в игре. Возможно, он не прилетит. Возможно, это обман. Знаете, как бы, типа, для потерпевших, которые ждут спасения, но все тщетно. И, типа, им там говорят, да-да-да, мы высылаем группу. Типа, мы вышлем спасателей сразу же, как только сможем. Да-да-да, ждите, ожидайте. И, на самом деле, там... О, боже мой, какой ты пердеж. Чуваки! Нет! Так. Весело. Встретим Новый год, что-то... Что-то... Вот то, что сейчас произошло, мне это ни в коем случае не нравится, но... Я не знаю, что... Давайте, вот, полагаю, максимально на высокая позиция здесь. Потому что надо же держаться все-таки повыше, а так, по-моему, вода прибывает. И вот эти вот, я не знаю, коричневые, да, коричневые вот эти какашки, которые постепенно подлетают в воздух, это вот, я не знаю, взрывные вещества. И земли, я как могу заметить, становится все меньше и меньше. И цунами крутится, знаете, по кругу. Он как стая собак, которые берут в кольцо своего... свою жертву и начинают постепенно его сужать. Вот этот цунами, я так полагаю, действует точно так же. Но я пока нахожусь на самой максимальной по высоте точке. Мне пока бояться особо нечего. Я надеюсь, опять что-то бомбануло у кого-то. Возможно, мы находимся в стране бомбящих пуканов. Все может быть. Вот это, я так понимаю, заново начинает дымиться. Это очередной горящий пукан взорвется сейчас скоро. Так, друзья, нет, я чуть не утонул. А так как у нас нет ни рук, ни ног, мы плавать не сможем. Мы сейчас утонем. Если так будет продолжаться, давайте опять на новую высокую позицию поднимемся. Кстати, друзья, этого на видео не видно, но управлять этим чуваком... Ух ты, как бомбануло. Этим чуваком не очень удобно, потому что его постоянно заносит в разные стороны. Когда ты идешь, его постепенно вот так вот в разные стороны сметает. С чем это связано, я не знаю, но нам пора текать отсюда, потому что цунами приближается. Сейчас бомбанет и так далее. Давайте уходим плавненько. Я даже оборачиваться не буду. Говорит, когда там что-то страшное будет. Чувак, он устал! Ребята, парень устал. Беги, сука! Так, хорошо. Бомбануло заново. Где цунами? А, я вижу все хорошо. И, друзья, я немножко тут заплутал. Цунами идет по кругу, в сторону от меня. Но где же вертолет-спасатель? Они обещали выслать бригаду. Где? Давайте я пока буду перебегать в сторону от цунами. Сейчас прям по воде, ничего страшного. Опять устал, сука! Какой же ты... Я не знаю, друзья, я играл за разных героев в играх. Даже за камень, как вы можете помнить, буквально недавно. Но, блин, играть за какого-то джиробаса, который не может передвигаться быстро вот по кусочкам земли, двигаясь в сторону от цунами, который крутится по кругу, это жесть. Давайте, вот более-менее высокая позиция. Вот сейчас там пукан взорвется. Но где же вертолет, суки? Друзья, я уже в замешательстве. Родимый. И смотрите, даже на горизонте я не близко. Вот не вижу, я вижу какие-то... А, вон он летит. Я просто вижу какие-то, знаете, мутные точки развода на своем экране. Но это результаты того, что я пролил сок нечаянно на стол, и это брызг. Или, я не знаю, ковырялся в носу, кидал сопли на монитор. То есть, это явно был не вертолет, но вот сейчас я точно вижу, это летит вертолет. И смотрите, цунами исчез, друзья. Друзья, чувак. Хорошо. Неужто по моей душе прилетели? Друзья, по-моему, там в кабине никого нет, если честно. Ну же. You are so right. Друзья, мы выжили. Вот под такой вот гул пердежный самолета. Вертолет, вернее, мы, друзья, выжили. Просто увлекательнейший симулятор. Что тут добавить еще? Отличная физика в игре. Отличный геймплей. Захватывающий сюжет. Потрясающее взаимодействие с окружающим миром. Огромный интерактив. Потому что ты можешь бежать в любые из 360 градусов в любом направлении. Потрясающий симулятор. Всем советую. Играйте с удовольствием. Ну, даже еще не знаю, что добавить. Игра, короче, говно. Ну, просто сделано, как видно, на скорую руку ради чистой забавы. То есть не нужно к ней относиться, конечно, серьезно. Поэтому, друзья, до новых встреч. С вами был Эстер. Подписывайтесь на канал Игромании. Пока.